Беспрецедентное шоу талантов с призовым фондом 3 миллиона рублей. Бродвей – конкурс, который уже во второй раз дарит участникам возможность покорить зрителей своими способностями. Танцы, вокал, цирковое искусство, шанс выиграть приз, а главное – завоевать любовь публике, есть у каждого, кто не побоялся отправить заявку на участие во втором сезоне Бродвей Талант Шоу. А подробнее об этом мы узнаем прямо сейчас, это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Юлия Алексеева, представитель оргкомитета шоу талантов Бродвей, режиссер массовых и театрализованных мероприятий города и края, режиссер хоккейной команды «Адмирал». Здравствуйте, Юлия. Маргарита Коган, теле и радиоведущая, режиссер, сценарист, продюсер и организатор мероприятий «Жюри конкурса». Здравствуйте, Маргарита. И Евгений Гриванов, музыкальный продюсер, композитор, также «Жюри конкурса». Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я думаю, что для начала нам стоит подробнее рассказать о шоу «Бродвей». Может быть, к сожалению, еще не все о нем слышали, но первый сезон это была просто бомба. Все настолько на уровне, настолько интересно. Я думаю, нам очень не хватало такого шоу. Конечно, в первую очередь потому, что вы помогаете талантам найти себя и дать возможность выйти на сцену, где-то, может быть, побороть себя. Вот хочется как-то на эту тему немножечко порассуждать. Давайте расскажем телезрителям, что же такое «Бродвей Талант Шоу». Ну, в первую очередь, это, как вы уже сказали, это действительно возможность показать себя, показать свой талант, показать его, может быть, в каком-то необычном амплуа, в том, в котором мы, например, еще не видели артистов, потому что многие из участников, если мы берем прошлый год, это многие участники, те, кого мы знаем, кто у нас работает, кто выступает на площадках города и края, кто уже себя зарекомендовал как талантливый исполнитель или профессиональный хореографический коллектив, танцевальный коллектив, оригинальный жанр или еще какой-либо творческий такой талант. И этот проект, это действительно уникальный проект. В городе у нас нет такого. И проводя статистику по краю, по России, в принципе, это действительно беспрецедентное шоу с таким призовым фондом. Мы проверяли, мы смотрели. И действительно, это очень интересный проект в плане внутренней составляющей, потому что это живое общение. Это живое общение с членами жюри. Это живое общение с такими же талантливыми ребятами, как и ты. Это что-то новое ты для себя открываешь, ты пробуешь себя, потому что кто-то преследует цель выиграть главный приз, кто-то преследует цель побороть себя и показать себя с новой стороны, а кто-то приходит просто для того, чтобы познакомиться, узнать. Есть новички, которые вот с первых шагов только начинают это движение, творческое движение, и они знакомятся, они обзаводятся связями, они также демонстрируют себя с новой стороны, открывают себя с другой стороны, с которой даже они себя не видели. Это действительно за этим очень интересно наблюдать, и прошлый год лично мне довелось быть свидетелем как зрителем и помогать многим из конкурсантов, и я такого не видела. Я многое видела в городе и в крае, но это действительно очень интересный, очень уникальный проект, который позволяет раскрыть себя, который позволяет показать себя, который позволяет научиться чему-то новому и научить других. Я считаю, что это одна из основных целей, которую мы преследуем как организаторы этого года и прошлого года. Прошлый год очень многое показал, были участники, которых мы знаем, и которые работают в одном жанре, но их поставили в такую ситуацию, как полуфиналы, четвертьфиналы, и они должны были продемонстрировать себя с абсолютно другой стороны, и мы были удивлены. Я думаю, что Евгений, так как он в прошлом году... как зрителям, так и даже поучаствовать. Я в одном туре был, заменял одного члена жюри, вот, то есть посидел в жюри и также поучаствовал в создании одного из финальных номеров, вот, то есть как бы со всех сторон в шоу это посмотрел. Вот, и я могу сказать, что тоже как человек, который уже 20, больше 20 лет в нашем местном, и не только местном шоу-бизнесе, что это очень высококлассное шоу, очень интересное, и как зритель я хочу сказать, что, ну, я хочу просто посоветовать, посоветовать в этом поучаствовать, то есть приезжайте, будет очень интересно, вам понравится. Участие в этом шоу, это действительно настолько волнительно, и я преклоняюсь перед людьми, которые не побоялись, подали заявки, потом пришли, прошли эти этапы, вышли в финал, и я видела эмоции победителей прошлого сезона. Интересно, конечно, узнать, чего вы ждете от участников в этом сезоне. Я вот читала, что Маргарита в своем обращении к участникам сезона 2017 говорила о том, что главное не забывать об идее выступления, что это вообще на первом месте. Почему, расскажите. Я могу сказать о том, что иметь сейчас на данный момент талант, это, конечно, одно, это безумно хорошо, это здорово, когда тебя Бог наградил, либо ты своим трудом этого добился, это одно. С другой стороны, как ты это подашь? Ну вот, да, есть у тебя талант, есть у тебя какие-то вокальные данные, есть у тебя хореографические замечательные данные, но тем не менее, одно дело просто, ты станцевал, сделал какое-то движение, но если ты статичен, я имею в виду, там, вокалист или еще какой-либо другой артист, который решится прийти к нам на шоу, то статика – это не совсем то, что мы бы хотели увидеть. Если это в определенной, так скажем, структуре этого номера какая-то статика, то это да, я уже сейчас иду в конкретику какую-то, но ты должен себя преподнести, это прежде всего. Ты должен помнить, что ты сейчас немножечко артист, не немножко, а ты пришел, ты не просто как талант, а ты уже артист, поэтому очень важна подача, очень важна идея твоего номера. И, конечно же, мы же не ждем какого-то, по крайней мере, хотя бы на начальном, на отборочном этапе какой-то феерии определенной. Мы прекрасно понимаем, что люди волнуются и люди просто заявляют о своем таланте. Вот мы для этого и призваны, и собираемся ребятами, жюри, для того, чтобы разглядеть, прежде всего, в человеке определенный талант и его подтолкнуть, помочь ему для того, чтобы он, может быть, стал главным победителем этого шоу. Конечно, идея важна. Это прежде всего. Ведь у участников будет возможность и подобные советы получить от вас. Я правильно понимаю? Да, в этом году у нас немножечко поменялся формат. В прошлом году, если это было просто шоу талантов, где приходили участники и демонстрировали свое творчество, в этом году мы решили принести такую нотку общения с членами жюри, чтобы вот на вытянутой руке вы могли задать свои вопросы, вы могли проконсультироваться, узнать, что, как. Одна из задач также этого шоу в этом году мы, одну из задач мы поставили для себя, это все-таки поделиться опытом, поделиться теми знаниями, поделиться успехом, потому что в составе судейской команды у нас есть люди, которые принимали участие в подобных конкурсах, шоу, телевизионных проектах и которые могут поделиться непосредственно своим опытом. И вот мы делаем в этом году такой формат общения с членами жюри в виде творческих встреч, в виде мастер-классов, как хотите это называйте. Главное, это общение с членами жюри, это неформальное общение, это будет проходить в рамках с четвертьфинала до финала, мы будем приглашать наших участников, естественно, желающие, пожалуйста, из четвертьфинала, полуфинала, финала, всех мы пригласим и у всех будет такая уникальная возможность напрямую пообщаться, может быть, узнать, спросить какие-то советы, например, то есть у Евгения Гриванова узнать какие-то музыкальные советы. Да, у меня можно все спрашивать. Уже не можно все спрашивать. В принципе, да, у нас собралась такая судейская бригада, члены жюри, все разносторонние и хотелось бы все-таки отметить, что в этом году и в прошлом году тоже мы не оцениваем конкретно вокальные данные, хореографические или там, то есть, ну вот непосредственно приходит вокалист и он заявляет о себе как о вокалисте. Мы не оцениваем с профессиональной точки зрения, как он поет, правильно он поет. Ну, почему? Это тоже оцениваем. Нет, это не является основным. Это шоу талантов. Мы оцениваем в целом. Это то, о чем говорилось сейчас в Москве. Мы оцениваем подачу, оцениваем грамотно подобранный материал, как его раскрывает участник на сцене, как он взаимодействует со зрителями, как он общается с членами жюри, как он взаимодействует даже с другими конкурсантами, потому что все может быть, возможно, у нас будут и совместные номера, мы рассматриваем этот момент, мы подготовили несколько сюрпризов для участников, предварительных отборов, вот в таком амплуа, чтобы предоставить возможность участникам немножечко покреативить. И вот первостепенно именно идет формат шоу, именно ваш талант в целом. И здесь идет вот живое общение, здесь идет какое-то общение, такое немножко учеба, да, потому что тоже ты что-то узнаешь для себя, раскрываешь что-то новое. Это действительно очень важный момент, потому что вот смотря статистику, да, подобных проектов, ну, естественно, не такого, да, там масштаба и уровня в плане призового фонда, в плане масштабности по Дальнему Востоку, по Приморскому краю, то есть какие регионы мы охватываем, и какие участники из каких городов, и даже стран в этом году у нас принимают участие. То есть все-таки здесь это достаточно такой момент, очень важный, именно вот в нашем шоу сделать вот такое живое общение, чтобы участники чувствовали себя, ну, что они не просто приходят и показывают свой талант, и ждут за кулисами, трясутся, что же там скажут члены жюри, и как же они их оценят, а то, что действительно у них свободное общение, свободы творчества. Обмен опытом. Обмен опытом. Это очень важно. Мне кажется, это самое дорогое, что есть. Вот в этом году мы сделали на этом акцент, и мы надеемся, что это успех. Это будет успехом. И в итоге от этого выигрывает не только участник, но и зритель. Безусловно. Я думаю, что и члены жюри тоже, потому что для себя тоже много откроют, увидят таланты, потому что, я говорю, если смотреть по прошлому году, очень многие члены жюри, я говорю, Женя, вот, думаю, со мной согласится, что те ребята, которых мы знаем, которых мы видим, они нам раскрылись с абсолютно другой стороны, что это исполнители, да, вот и финалисты наши, которые, это и Олеся Мазяр, это и Сергей Сыр, которые нам открылись вообще с абсолютно другой стороны. Мы их знаем в одном амплуа, а здесь даже сами члены жюри были удивлены, поражены. И вот, наверное, это и есть та цель, которую мы вот преследуем, которую мы хотим вот по итогу увидеть. Я с вами абсолютно... Да, конечно. Я вот еще хотела добавить по поводу жюри, что в отличие, так скажем, от морфологического и других свойств этого существительного слова жюри, это существительное, оно среднего рода, да, неводушевленное и несклоняемое. Так вот, в отличие от вот этого свойства, что называется, русского языка, все-таки наша команда, она состоит из семи человек, она вполне состоит из мужского и женского рода, она вполне склоняемая к тем самым удивительным талантам, которые, надеемся, очень увидеть в этом шоу и, конечно же, очень воодушевленное для того, чтобы увидеть действительно каких-то интересных ребят, интересных команд, интересных девчонок и парней, которые нам покажут что-то свое удивительное и уникальное. Мы в этом просто уверены. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор о шоу Бродвей 2017 года и во втором сезоне. Вы немножечко уже сказали об участниках, что в этом году даже будут из других стран. У вас в соцсетях на одной из ваших страничек написано, что согласно статистике 2016 года шоу Бродвей захватили певцы. Это было 62% среди участников. Как обстоят дела в этом сезоне? Сколько заявок уже подано? Нам интересны все подробности. На данный момент прием заявок стартовал 13 апреля. Он продлится до 18 мая включительно. На данный момент на официальном сайте у нас прошли модерацию 73-74 заявки. На сегодняшний день, на сегодняшнее утро было 74 заявки. Не может не радовать, что пока не официально, но по предварительным отборам, то есть все те, кто проходит на предварительный отбор, а это участники, чьи заявки опубликованы на сайте, у нас уже есть два участника из Казахстана. Это не может не радовать, потому что уже конкурс тогда будет носить статус международный. Это одна из тех задач, которые мы ставили себе в этом году, и мы вот эту планочку так пока держимся. Мы надеемся, что эти участники продемонстрируют хорошие творческие номера, свой талант, и я думаю, что члены жюри по достоинству смогут их оценить, и возможно, мы желаем этого ребятам, что они пройдут и в четвертьфинал, и в полуфинал, возможно, мы даже и в финале их увидим. У нас есть участник Санкт-Петербурга, участники с Хабаровска, с Комсомольска, на Амуре, ну и естественно, все-таки больше процентов участников это с Владивостока. Ну и близлежащие города Артем, Уссуриск, тоже, естественно, активно принимают участие. С Хабаровска тоже. Хабаровск уже традиционно. Да, Хабаровск, ну а как, Хабаровск в прошлом году взял два призовых места, и победителями тоже стала команда, Владивостовская команда, но, как мы все знаем, Алена Бабичева это все-таки выходец Хабаровска, и то есть на два города так Алена поделила этот приз, можно так сказать, и это действительно спасибо Алене, что она тоже привлекла внимание, это действительно достойная команда, которая заняла первое место, мы надеемся, что в этом году будут не менее достойные призеры, победители, это, я думаю, к членам жюри вопрос уже будет. Да, действительно, в прошлом году у нас больше процентов участников это были вокалисты, ну, наверное, потому что у нас все-таки вокалистов больше, в принципе, у нас есть и профессионалы, и непрофессионалы, которые все хотят попробовать, почему бы и нет. В этом году пока статистика у нас на самом деле делится между вокалистами. Пополам приблизительно, да? Ну, она, да, пополам, то есть это музыканты, инструментальная музыка, группы, какой-то формат, то есть там скрипка, гитара, то есть вот в этом году это присутствует. Даже есть силачи. Силачи есть, у нас есть поэтессы, даже, то есть, ну, это же талант, это творчество, и, естественно, ребята его демонстрируют, и также имеют право претендовать на звание победителей и призеров шоу Таланта про две. И в этом году пока вот у нас пополам-на-пополам танцоры, вокалисты и музыканты. посмотрим, посмотрим, что будет вот к 18 мая, посмотрим, какое количество, какой процент участников. Кстати, может быть, стоит сказать, что, ребята, если вы талантливы, это вы можете быть не только певцом, а инструменталистом, силачом, битбоксером, но показать что-то интересное на сцене, пожалуйста, приходите, подавайте заявки, и вот 14 мая, воскресенье, будет возможность записать видео у нас в студии. Вот, Юля, может, где конкретно находится. На официальных страницах, это и на официальном сайте, и на официальной страничке в Инстаграме, мы уже разместили подробную информацию, все адреса, пароли, явки, куда можно прийти, во сколько можно прийти. Мы всех приглашаем 14 мая, у кого нет возможности, по каким-либо причинам, записать видео, которое так необходимо прикрепить к заявке, чтобы наши члены жюри, и мы тоже оценили по достоинству и пригласили участников на предварительный отбор. У всех есть такая возможность 14 мая, мы готовы принять всех и каждого. Смотрите официальный сайт продвей2017.ру и официальные страницы в Инстаграме, ВКонтакте, вся информация подробная там, вы сможете все увидеть, вы можете задать вопросы, если что-то непонятно, мы в онлайн-режиме как можно быстрее мы дадим ответы, и мы всех ждем. А я еще хочу напомнить от себя и, конечно, от всех участников нашего шоу, ребят, осталось совсем мало времени, поэтому 18 мая это последний день, когда вы можете подать заявку. Будьте смелее, будьте креативнее, пожалуйста, никогда, ни в коем случае, ничего и никого не бойтесь. Приходите, и вдруг так получится, что у вас будет совершенно потрясающее будущее, благодаря тому, что вы попадете на наше шоу. 18 мая это последний день. Я думаю, что очень интересно потенциальным участникам будет узнать также о том, как проходит самая же самоконкурсная программа, интересно вот о формате проведения узнать. Понятно, что они присылают минутные видео, чтобы вы посмотрели, что из себя представляют заявители, скажем так, но тем не менее, потом начнется серьезная как раз конкурсная программа, основная часть. Вот расскажите, как это будет происходить? Будут ли какие-то градации? Ведь вы сказали, что это разностороннее шоу талантов, это не только музыканты и танцоры. Вот как все это будет изнутри устроено? Нет никаких номинаций, все равны. Возрастная категория, это самое главное, это от 18 лет и старше, какой-то планки возрастной у нас нет, самое главное, это от 18 лет. Совершеннолетние участники? Совершеннолетние, да. Совершеннолетние участники подают заявку и на самом деле строгий отбор начинается не с предварительных отборов, не с четвертьфиналов, а уже даже с подачи заявки, потому что каждая заявка проходит модерацию, она рассматривается нашими администраторами и модераторами сайта, чтобы это было соблюдение цензуры, чтобы это были в рамках закона и каких-то политических аспектов, что никого не обидев, что все в порядке, все хорошо, по положению, все заявочки у нас проходят и мы тем самым мы опубликовываем заявку на сайте, тем самым мы даем участнику уже возможность прийти на предварительный отбор. Если заявка по каким-либо причинам не прошла модерацию, наши администраторы, модераторы оповещают участников о том, что возникла вот такая проблема, например, ваше видео по каким-либо причинам не проходит модерацию, пожалуйста, его замените. Участники задают вопросы в каком формате, что конкретно поменять и меняют свое видео и мы заливаем все на наши официальные страницы, на сайт и ребята уже непосредственно проходят предварительный отбор. Ну, на самом деле не все так страшно. Там даже не все так страшно. На сайте можно заполнить. На сайте, конечно, там есть рекомендации от организаторов. На сайте все рекомендации есть. Если вдруг какие-то вопросы, пожалуйста, есть телефоны, работают они в режиме нон-стопа и утром, и вечером, и днем. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, мы все, на все ответим, мы поможем. У нас есть даже участники, которые вот вчера непосредственно у нас были участники из находки, которые, ну, к сожалению, вот что-то у них проблемы с интернетом были, ребята не могли залить свое видео на YouTube и разместить его, прикрепить его к заявке. Они созвонились с нами, они сбросили свое видео на почту. Мы ребятам помогли, мы залили на YouTube их видео, и ребята эту заявку прикрепили непосредственно к анкете и уже стали участниками нашего шоу. Мы их очень ждем. 20 и 21 мая у нас состоятся предварительные отборы, вход свободный, предварительные отборы у нас будут проходить в Большом зале Приморской краевой филармонии с 10 утра. Мы ждем всех желающих поболеть, посмотреть, поддержать, да, то есть все, пожалуйста, приходите, поддержите любимых участников, потому что сейчас уже появились любимцы, уже активно голосуют, так как у нас есть этап предварительного голосования приза зрительских симпатий и по итогу у нас один из участников, который получает большее количество голосов, у него есть возможность без предварительного отбора уже попасть в четвертьфинал. Вы можете посмотреть статистику, на сайте все опубликовано, если вдруг ваш любимый участник почему-то находится на втором или на третьем месте, все в ваших руках, уважаемые зрители, голосуйте, поддерживайте любимых участников, и 20-21 мая в Приморской краевой филармонии мы ждем всех желающих посмотреть, поулюбоваться на наших участников, на наших членов жюри, которые, я думаю, тоже смогут уделить минутку внимания и пообщаться и со зрителями, и с участниками, и с организаторами. Приходите, мы всех ждем. После предварительных отборов у нас, получается, мы выбираем 32 участника. К сожалению, это действительно к сожалению, потому что очень много талантливых ребят, но регламент есть ли регламентом, мы его не нарушаем, и в четвертьфинал у нас проходят 32 участника. В полуфинал у нас пройдет только 16 участников, и уже непосредственно в финале мы увидим четырех претендентов на победу, пятым человеком у нас будет приз зрительских симпатий участник. Вот ждем с нетерпением, и все этапы уже непосредственно конкурса, четвертьфинала и полуфинала и, естественно, конечно, грандиозного финала и церемонии награждения, они будут проходить на территории развлекательного комплекса «Тигры-де-Кристалл». Мы приглашаем всех желающих также от 18 лет. Все совершеннолетние, пожалуйста, приходите, мы вас ждем, мы обещаем, что будет действительно яркое и красочное шоу, потому что ребятам, конкурсантам мы предоставляем возможность выступить на профессиональной сцене с профессиональным звуковым, световым и видеооборудованием, почувствовать себя настоящей звездой. Мы даем возможность самим ребятам, участникам придумать свой номер в плане светового оформления, видеооформления. Мы готовы подсказать, но у ребят есть полностью все возможности проявить свой креатив и попробовать себя даже немножечко в таком режиссерском формате. И 30 июня у нас будет грандиозный финал. Мы верим, надеемся, что это будет действительно грандиозный финал, потому что прошлый год задал такую планку высокую и наша задача в этом году эту планку не опускать. А может быть еще и поднять. Да, выше и выше. Я думаю, что с участниками уже с Казахстана я думаю, что мы уже эту планку немножечко подняли. Вышли из рамок регионального. Да, и это не может не радовать. И вот сейчас мы ожидаем, потому что уже ребята тоже спрашивают, узнают, как подавать заявочки, что как. Мы ожидаем заявки уже из азиатских стран. Атмосфера непередаваемая. Просто вот если вы не были, просто вот вам стоит туда приехать хотя бы на один этап конкурса. Вы поймете, что это стоит того, чтобы там побывать. Ну что, я думаю, напоследок мы обязательно должны сказать о команде, которая делает все это шоу. А те, кто, как правило, остаются за кадром, можно немного о них рассказать, Юлия? Ну вот нас сегодня вывели из кадра. Безусловно. Да, я думаю, что члены жюри непосредственно это тоже команда в первую очередь. Работает огромное количество людей за кадром. Это и видеооператоры, видеоинженеры, это и художники по свету, это и звукооператоры, и звукоинженеры. Стилисты, гримеры. Стилисты, визажисты, гримеры, помощники, выпускающие видеорежиссеры. Администраторы. Администраторы, да. То есть это огромная команда людей, которые трудятся во благо такому замечательному, такому уникальному проекту. И в первую очередь основную составляющую этой команды все-таки составляют участники. Мы вас очень ждем. Мы верим в то, что этот год подарит нам новые имена, новые таланты, какие-то невероятные номера, удивительные, поразительные. Все в ваших руках. 18 мая, последний день, мы ожидаем ваши заявки. быть может в этом году именно вы станете миллионерами. я думаю, что уже появился такой популярный хэштег в инстаграме хочу иметь в друзьях миллионера. Я хочу иметь в друзьях миллионера. Я думаю, деньги на самом деле не главное в этой жизни. Нет, на самом деле здесь да, то есть этот приз это возможность дальше свой талант развивать. Этот приз огромный шаг в вашей жизни. Некий толчок, конечно. Ну что, остается только стать участником и прийти поболеть за потенциальные и зрителям. Участникам и зрителям. Да, и прийти поболеть за всех, кто не побоялся прийти на продвейт и ланшоу 2017. Нам не терпится увидеть второй сезон. Итак, ни пуха, ни пера. Вам удачи. Все, поехали. 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 Мы готовы. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли сегодня. Спасибо вам. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.